Добрый день, друзья! Вы на канале В поисках золотой старины. Канал о поиске монет и разных артефактов, а также просто о жизни. Поскольку жизнь у меня деревенская, значит, неотъемлемой ее частью является земля. А чтобы проще было работать на земле, мы, мужики, как большие дети, покупаем себе вот такие вот разные игрушки. Это у меня по жизни уже третий мотоблок. Был самодельный, как у половины. Был бензиновый зубр G&2, теперь кентавр. Уже пару роликов я по нему снимал. В первом рассказывал о комплекте до посадки картофеля. Покупал я его новый. Но так у меня с ним ничего и не вышло. Если вам будет интересно почему, ссылочку брошу под данным видео. Или в конце видео нажмете просто по картинке, там будет. Еще снимал видео о том, как я сделал две пары грунтозацепов. Поменьше для посадки картофеля и побольше для окучивания и уборки. люди начали задавать вопросы, что у меня за мотоблок. Новый или нет. Какие были нюансы по эксплуатации. Так что сделаем с вами небольшой обзорчик. Именно у меня мотоблок кентавр. Модель MB-2080D. Мощность 7,6 лошадиных сил. Ширина культивации с дисками для защиты растений. Здесь написано меньше. Я мерил рулеткой. Метр двадцать. Глубина 30 сантиметров. Но при желании можно его в землю воткнуть на все 34 по мотору. Так. Теперь по данному мотоблоку. Почему выбрал именно кентавр? Да все очень просто. Потому что у данной фирмы была бесплатная доставка. Вот и все. По названиям они отличаются. Например там кентавр, зубр, форте, добрыня. А по смыслу одно и то же. Все они сделаны в Китае. И они очень похожи. Выбирать, я так думаю, надо только потому чем больше сервисных центров у той торговой марки то и выбирать. Значит марка более серьезная. Я его покупал в разобранном виде. Сейчас покажу о чем я. Была крупноузловая сборка. Вот мотор шел отдельно. Вот эта половина. Редуктор шел отдельно. Ну естественно шкалился, руль. Все собрал, все подключил. Завелся с первого раза. Так что нет ничего сложного. Если вы в детстве увлекались конструктором и дома есть пару ключей, все будет хорошо. Да, что было у меня. Вот эта вот шлангочка оказалась из завода, сделана из пластмассы. Ну практически. Хомуты стояли какие-то непонятные. И как я не пытался их затянуть, но все равно топливо бежало. Снял, выбросил, поставил нашу шлангу, наши зажимы. И все стало very good. Это у нас флажок декомпрессора. Потому что в дизеле намного больше компрессия. Когда вы дергаете за шнурок, вот этот, он должен обязательно быть занят. Он потом поднимется. Вот видите, клац. И все. И мотоблок завелся. Это у нас, если не заводится туда, можно что-то капнуть. И попробовать завести в холодное время суток. У нас две скорости. Не написано первая и вторая. Написано высокая и низкая передача. Нейтральная. Нейтральная, она же задняя. Так когда вот этот рычаг стоит в положении нейтраль, мы нажимаем вот эту вот волшебную ручку, где написано, наверное, для таких, как я, задний ход. Ручку выжали. Одновременно с сцеплением. Здесь тоже написано. Уже второй сезон я до сих пор не отвалилась. Пускаем сцепление. Мотоблок поехал. Вот это у нас, как у всех мотоблоков, в таком положении мы сможем только его завести. Если вдруг чего там, споткнулись или где-то что-то. Вот так раз. И все. И мотоблок остановился. В данной модели, как и у всех, можно отрегулировать руль выше-ниже. Хотя, ради справедливости, вот эти вот болты достаточно качественные. На зубре я поваривал сюда гайки, потому что резьба слетела на второй день. Есть у нас вом вал отбора мощности. Также можно доустановить сюда стартер. Или купить со стартером, но мне это не надо. Я могу завести и рукой. Обратите внимание на нижнюю часть редуктора. Когда будете выбирать себе мотоблок, не важно, бензиновый, дизель, это как вам будет угодно. Чем шире вот эта вот часть, тем логично, здесь больше шестерни. Значит, больше нагрузку они выдержат. И чисто теоретически срок службы и должен быть больше, чем вот таких вот. В комплекте к данному мотоблоку шли вот такие колеса. Написано, что они выдерживают 300 килограмм нагрузки. Размер 4 на 10. Вот такая вот сцепочка. Ну, как я называю, для такого вот клыка. С помощью него фреза взрывается глубже или мельче, как нам надо. И, собственно, сама фреза. Сейчас посмотрим фрезу. Вот такая у нас фреза на 32 зуба. Такие вот в комплекте шли диски защиты растений. Очень даже удобно. Вы можете возле тех самых помидор пройти в 5 сантиметрах. И растениям ничего не будет. С такими дисками мотоблок не так, так скажем, шатается влево-вправо. Это сказал не я. Можете мне на слово не верить, а посмотреть в интернете. Вот такая у нас фреза. Вот этот вал, который сюда заходит, у нас уже на 32. Как на мотоблоках 9 сильных. У меня, напомню, 7,6. На мотоблоке имеются две вот таких заливные горловины с этой стороны. И с другой стороны. Это у нас, естественно, форсунка. Это краник. Ни разу не закрывал, не течет. Это у нас воздушный фильтр с масляной ванной. Вот эти вот заклепочки или защелки мы открываем. можем почистить, разобрать, долить масло. Это у нас кикстартер. За все время службы сразу по неопытности как-то не так, наверное, дернул или, может, так салпало. Слетела веревка там внутри, разобрал на огороде, надел, собрал и поехал дальше. Многие жалуются, что быстро выходит, кто называет ее таблетка, я называю просто газюлька. не знаю, у меня второй сезон, все нормально, она металлическая здесь. Видел на форте, там пластмассовая, а здесь из металла все работает отлично, никаких люфтов нету, все хорошо. Вот здесь были установлены щитки. Где-то есть фотография, покажу. Почему я их снял? Потому что у меня большие колеса для окучивания, 50 с чем до сантиметров. И чтобы не снимать туда-сюда, я просто их снял. Вот так. хотя в одном мотоблоке написано 7,6 лошадиных сил. А когда я его покупал на разных сайтах, эта же модель с таким же номером 2080D была указана как 8 лошадиных сил. Я не знаю, сколько их здесь, не мерял. Так же и вес. На некоторых сайтах 120 килограмм, на некоторых 115. Ну, больше 100. Это точно. Я его не взвешивал. Что можно сказать по надежности данной техники? Да, в принципе, надежная. Да, есть вот такой, конечно, момент, как повезет во всем, что сделано в Китае. Но у меня у знакомых есть зубры и кентавры и форта, то, в принципе, все работает. Да, желательно, чтобы у вас была дома дрель, болгарка. Ну, конечно, очень бы было хорошо, если была и сварка. Ну, а нет, то хотя бы, чтобы она была у соседа. Ну, и, конечно же, напильник. И будет вам счастье. Да. Встречал в интернете, люди спрашивают, что это за драный болт. Друзья, это не драный болт, это сапун. Вот у нас редуктор, когда большая нагрузка, большое давление, чтобы не продавливало прокладочку, он у нас чип-чип. Ну, это я так понимаю, если нет, поправьте меня. Ну, что, вроде бы все рассказал. Для полного счастья. Давайте сейчас попробуем его завести. звук, но звук, наверное, выберу, потому что будет громко. Для начала опускаем нашу, так сказать, ручку безопасности. Добавим чуток газа. Теперь вот наш декомпрессор. если сразу не нажимается, вот видите, надо покрутить кикстартер. Третьей руки у меня нет, так что секунду. Секунду. Наши. Секунду. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья, вот такое вот небольшое видео у меня получилось Может кому-нибудь будет полезным Тогда ставьте класс, подписывайтесь на канал Будет много интересных и полезных видео До новых встреч Еще увидимся на канале Подписывайтесь на мой канал